А пареходя не радостью, уходя не грусти, пистолет отдайте Воронину, когда-нибудь пригодится. Здравствуйте, ребяточки и девчатки, я категорически рад вас всех приветствовать на своем канале Жук Муравейник, с вами дядя Саша Великий и Ужасный Механика, а тебе отдельный паривет. Итак, сейчас будете смотреть 26 серию моего челленджа под названием Сенепаре. Суть челленджа такова, Сенепаре это сидеть на попе ровно переводится, расшифровывается. Суть челленджа, стартуйте на незваном госте в какой-то конкретной локации. Можно выбрать локацию через персонализацию, что я и сделал. И в общем, появившись на этой локации, пытайтесь там прожить 100 дней, не выходя за пределы локации. Ватсон, заводите КАМАЗ, айда в 26 серию. Значит, я сейчас нахожусь в днище, точнее не в днище, но в общем место в долине Тихреки, которую мы называем Данище, то есть самая нижняя точка долины Тихреки. Так, значит, что я еще хотел сказать. Выходить можно в прилегающие пещеры из локации и по челленджу долины Тихреки. Мы с вами обговорили один момент, еще во время моего прошлого выживания в другой локации. Я, в общем, в отрадной долине выжил 100 дней. Я говорил, что если я начну играть когда-нибудь в долине Тихреки, Тихреки это челлендж, то я буду иметь право выходить в Милтон до верстака, потому что тут верстака нету, а без верстака мне будет совсем тяжко выжить. Я, скорее всего, и так 100 дней вряд ли здесь проживу. И, может быть, даже я не дойду до этого верстака. В общем, до верстака я выходить могу, но я с собой должен нанести еду, воды и женщины. В общем, дрова, все, ничего в Милтоне нельзя использовать, кроме непосредственно самого верстака. Крафтить можно там в синем вагончике и все. А еду, дрова и прочее я должен принести с собой. Так, значит, я тут на днище нахожусь. Я за кадром проверил, можно ли подняться по тросу и там пройти через кустарник. Нельзя, короче, на Колосовское плато я вылезти не смогу. Я проверял, там не обойти вообще никак. Так что мы чуть-чуть здесь поживем и надо отсюда линять. И тоже слишком долго здесь сидеть не следует, поэтому я сейчас пойду быстренько попробую заловить пару кроликов. У меня есть камешки. Ну как, не то чтобы заловить. Так, а что-нибудь там для сугрева себе хряпнуть я могу. Ага, только вода... Погоди. Это ты воды. Ага, понятно. Ну давай воды поставим. Воды много не бывает. Вот. Ну пошли кроликов поищем. Здесь, конечно, кроме кроликов я могу еще найти волков. В чем проблема этого челленджа, когда выживаешь в долине тех реки? Ткани тут нету. А без ткани далеко не уедешь, вы знаете. Да мы все это знаем, что без ткани у нас проблемы. Кролики обычно вот там в конце тусуются, но их там сейчас может и не быть. Могут быть, могут не быть. Сейчас пойдем поглядим. Без ткани очень будет проблематично выживать, потому что у меня одежда, видите, уже вся хреновенькая. И спальник у меня... А, спальник там лежит. Ну и спальник бы починить. А чинить нечем. И это капец, что чинить нечем. Так. И кролик еще здесь не бегает сегодня. То есть я, наверное, переночую и буду я отсюда уходить. Не буду я здесь задерживаться, потому что ловить мне здесь нечего. Я туда наверх сгонял, все, что можно, там собрал. Подняться невозможно. Поэтому чего здесь зря торчать? Нечего здесь зря торчать. Так, пошли назад в пещеру. Так, значится, пойдем назад. И куда же мне теперь идти? Рост, конечно, интересный, куда мне теперь идти. Ну куда? Вернуться в пещеру на Тихой речке надо попытаться, да? Хорошо, я попытаюсь. Вообще, для начала мне надо вылезти отсюда. Спичек еще у меня мало. У меня два коробка. Я пока живу на одной спичке. Пока потратил я одну спичку за все это время. Но, очевидно, скоро мне придется потратить больше. И к тому же в пещере я в этой спать не могу. Мне холодно. В дальнем конце мне холодно. То есть я сильно зависим от дров. Я могу спать в ледяных пещерах до тех пор, пока меня оттуда не выгонит клаустрофобия. Еще где-то одно заброшенное снежное укрытие валяется. Надо попытаться его найти. И, возможно, тоже разобрать на тряпке, если оно еще не сильно разрушится. К этому моменту успеет. В общем, сейчас такая задача. Поспать и отсюда уйти. Поспать тоже будет нелегко, потому что я не знаю, что там у меня сейчас по дровам. Вообще, надо, наверное, сейчас прям уходить. Прям в ночь, что ли, придется идти? Походу, придется идти в ночь. Ладно, пойдем в ночь. В общем, тут больше ловить нечего. Кроликов нету. Никого нету. Топора нету. И не предполагается ни хрена топор. Так, до закипания 8 минут. Ну а что у меня по дровам, по дровам, по дровам? Палочки есть еще чуть-чуть. Ну давай мы с тобой сейчас вот, наверное, по углям. Давай поспим часик 4. Потом решим, что дальше делать. Дальше отсюда надо уходить. Задерживаться тут опасно. В дальнем конце пещеры. Но я не знаю, сейчас тепло. Сейчас, даже сейчас не тепло. Ну на спальнике будет тепло. Ну это очень тонкая грань. Короче, забираем все из рюкзака. Все это тоже с собой берем. Заранее. Так, воды пока хоре. Воды, говорю, хоре пока. Так, думал музыка не включена. Проверил. Я имею в виду игровая включена. Так, жрать мы с тобой будем? Жрать, жрать, жрать. Ну давай съедим пару тимофеевок. Или, наверное, даже хватит одной. Так, где-то часа 3 я могу поспать. Но я напишу, что 4. А там уж сколько он пусть проспит, столько проспит. Кстати, персонаж ползает с факлами, да? Сейчас мы это проверим. Ну видишь, я с факлами могу ползти, только если погода будет хорошая. Надо, чтобы погода была. Вот сейчас она тихая. Ну что ж. Что там по весу? По весу все зашибись. Короче, берем факлы. И айда отсюда, нафиг. Баллончик с краской. Ну если по пещерам буду ходить. Так, что там у меня по воде? Воду, наверное, надо забрать всю. Я тут жить не собираюсь. Так, теперь забрать надо еще отсюда шкуры. Вот эти придется волочь, привлекать себе внимание. Не шкурами, конечно же, а кишками. Так, у меня появился риск растяжения. Значит, сейчас что-то будем выкинуть. Так, подогрев будем какой-нибудь с собой брать? Подогрев какой-нибудь брать с собой. Вообще, по-хорошему, конечно, нужно что-то брать. Потому что сейчас начнешь стремительно замерзать. Ну, насчет перевеса, значит, будем избавляться от воды. От воды. Может быть, еще часть факлов выкину по дороге, пока буду до тросика идти. Так что пока мы не будем раньше времени выкидывать воду. Пусть она остается. А там уже по факту... Так, шиповник хлебаем. Пошли отсюда нафиг. Этот берем с собой. Все. Ну, товарищ великий рандом. О, олень появился. Смотри, и кролики, значит, появились, да? Ага. Ладно. Олени гуляют. Может быть, не будут гулять волки. Не столько, блин. Так, ага, погоди. Я ко мне много еще лишних взял, да? Я успел. А, да не, у меня с собой их только два. У меня есть тяжелый молот, но это так чисто для отволков отбиться. Делать-то мне им особо нечего. Скрафтить я ничего не смогу. Хоть я и разрешил себе и вы мне дойти до Милтона когда-нибудь, если смогу. Но в Милтоне ты ножатость с топором себе все равно не скрафтишь. Да, и идти-то я могу вообще только до вагончик, до ближайшего. Так, ладно. В общем, трос нам нужен. Так, спальник с собой. С собой. А котелок у меня есть? Котелок. А где он? А, не, погоди. Котелка я не... Я котелка не находил, что ли? А где мой, кстати, котелок? А у меня... Так, там волк. Олени жрать что-то собрался. Или меня кого он жрать собрался. Ага. Ой, он собрался жрать оленя. Так, слушай, волк. А ты не помнишь, котелка я не находил, да? Что-то я не врубаюсь. Да, наверное, не был у меня котелка. Или погоди. Или я его оставил в этом. Или я его все-таки оставил. В рюкзаке. Да ешки-кочережки. А я не помню, был у меня котелок или не был. А с чего ты взял, что у тебя котелок был? Я хз, с чего я так решил. Вот теперь я буду ходить туда-сюда, как дурачок. Зашибись, рубаха в клетку, а? Да не был у него. А вдруг он был? Так, пошли проверим. Что-то мне кажется, в рюкзаке было больше, чем просто там лежала одна Тимофеевка. Что-то мне кажется, там было немного побольше. Так, эта песня хороша, начиная сначала. Мне казалось, что у меня был котелок. Потому что что-то воды у меня больно много. Что, я двумя банками? Ну, хотя, конечно, двумя банками можно напарить много воды. Да вот, желудок, желудок. Туплю я, туплю я! Это плохо. Это плохо, что ты туплю. Что ты туплю, это плохо. Ладно. Рюкзак. Да пусто на нем написано. Нет там ничего. Нету никакого котелка. Не варит твой котелок. А усталость-то тем временем прибавилась. А трос там очень длинный. Да. Сейчас я выползу на последних этих своих. На последних силах я наверх. Как же мне потом идти-то, а? Где-то надо будет так отлежаться, так отогреться. Друг вообще ни хрена нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот этот вот забытый котелок, которого на самом деле нету. А вон волк, смотри, бежит такое, бежит. Ко мне бежит, да? Кому же ему бежать-то? Не колень уж. Колень, он хрен побежит. Он его не догонит. У него ножки больные. У волчика, у бедного, да. Он мне будет мозг дрючить. Так, туда не пойду. Пойду вот здесь. Давай, вылезай. Вы меня уже съели тут один раз. Давайте сожрите меня еще раз. Первый раз меня сожрали в ледяной пещере. Ну, там волк такой. Я его прогонял, прогонял факелом и камнем. Факелом и камнем. А он далеко убегать не может. Какие-то текстуры там уперся. Туда-сюда, туда-сюда. И в конечном итоге все-таки он меня... Ням-ням-ням. И все. И так, трос, вон он. И мы начали, значит, это веселое занятие заново. Че, отвязался, что ли, от меня? Да не. Да не. Он не отвяжется. Вон он, он паразит. Ладно, сейчас мы тебя здесь тросик прогоним. Так, мне тут придется что-то с перевесом решить. Ну, воды выкину, значит. Нажитый, натопленный, непосильным трудом. Так, мне нужен новый Факел. Так, шо у меня там под стаминем? Стамина полная. Так. Волк, ты извини, но мы... Мы туда. Мы наверх. Я на уступе, наверное, сейчас чуть-чуть перкурю. Все, волк. Ага, все. Но вскоре обнаружил, что клетка опустела. А птичка вылетела на волю. Все, волчок-сербачок. Птичка на волю вылетела. И отдыхает на уступе. Да, Факел, он, короче, достается из кармана. Как это и странно. И мы с ним дальше можем ползти. Так, что там у нас? Сейчас еще чуть-чуть стамину накопим. 29 килограмм. Вот это я не могу взять с собой. А у меня там угля с собой еще немножко имеется. Два штуки имеется. Так. Значит, стамина почти готова. Ну, поползли им. Не, ну это, конечно, хорошо, что пока Факел с собой. Только вопрос, будет это пофикшены в дальнейшем или нет. А так-то мне пока это очень на руку, что я могу пока еще сохранять свою спичку. Конечно, первейший же ветер меня оставит без этого Факла. Ну, плату водопадов, да. Все, двигаемся. Пытаемся дойти до тихой речки. Так, слушай, а вот тут вот проход, который сейчас вот здесь вот имеет, кажется, если вправо идти по краешку. Он куда меня приведет, этот проход по краешку? Я не помню. Так, ну если прямо пойду. Там он волк, я прямо отсюда уже вижу. Там еще и медведь ходит. Да. А вот этот вот проход сюда, он, конечно же, какой-то тупиковый, по-моему. Но мы все равно давай по нему погуляем. Вдруг там что-то интересное? Да вряд ли там что-то интересное. Но мы все равно погуляем. Тут вот нычка есть, допустим. Тут можно оттогреться. Нет, ну не тут, конечно. Сейчас, куда-то она ведет. Там, по-моему, даже будут подъемы такие по корням или не будут. Ладно, пошли. Смотри, там дровина лежит. Дровина, погоди, или что? Или это факл мой? Нет, дровина. Здесь еще есть вот нычка. Если бы сломать кусты, то туда можно сходить. Да, но мы кусты сломать не можем. Но там, по-моему, на сталкере и ниже тайнички есть. Хотя, может быть, и у меня там что-то интересное лежит. Но я туда зайти не могу узнать, что там лежит интересного. Мне надо еще часть пещеры, которая закрыта. О, а я здесь хрен пройду, да? Здесь кустарники мне не дают пройти. А если как-нибудь их обойти по этому, по краюшку... Блин, их надо во что бы то ни встало обойти. Блин, а как же их обойти-то, а? На эту скалу ты хрен залезешь, что ли? Вот гады же, а? Вот гады же, а? Если бы на скалу залезть, то я мог бы этот кустарник обойти. Но я сейчас здесь соскользну сто пудот. Хотя... Вот не зря ли я это делаю? Ну, я не знаю. Будем надеяться, что не зря. Будем надеяться, что ты туда пройдешь. Надейся. Ну, я надеюсь. Так. Хорошо. Может быть, тут ледяная пещера где-то будет? Говорю, пробрался в запретное. А вот там нельзя те кусты обойти, чтобы на философского плато пройти. Я пробовал. Там хрен пройдешь. Там сваливаешься вниз и все. Тут-то, видишь, получилось забраться. Так. О! Это я к тихой речке коротким путем пришел. Отлично. Отлично. Значит-то, давай зайдем и поглядим. Это ледяная пещера. Я тут уже ходил. Когда в прошлый раз ходил, здесь волка не было. Вопрос. Не появился ли он заново? А вот кто его знает? Мне бы уголька чуть-чуть собрать. Было бы очень хорошо. Но если он заново уже успел отреспауниться, а уголек-то вряд ли успел отреспауниться так быстро. Тогда просто сейчас чуть-чуть походим. Там уж палочек каких-нибудь пособираем. Опять же, керосиновой же лампы у меня нет. Нет, светить я могу себе только фоклами. Фоклами только светить. Вот мои фоклы тут и валяются. Ну что, ночевать будем в пещере? Хорошо бы, конечно, огонек сохранить. Но для этого надо много дров. Может, проще забить? Просто так я тоже, получается, уж больно много дров расходую. Еда у меня есть, вода есть. Если отогреваться в пещерах, я теоретически могу пару дней протянуть на воде и на Тимофеевке. Да ты на воде и на Тимофеевке можешь больше протянуть, а не пару дней. Так, куда вот этот выход идёт? Мне вообще не обязательно в мою пещеру на Тихой речке вернуться, да? Не, не обязательно. Давай найдём альтернативный выход. Вот он, альтернативный выход. Тупому Алендур валяется рядом, да? Так. Угля пока нового не появилось. Да его и не могло нового появиться. Ай-яй-яй. Как-то я... Как-то я прям... Нехорошо факл-то кинул. Чуть ли не был он в зоне. Ага, правильно. Так. Тут вот опять подъём есть, но он меня никуда в путёвое место не приведёт. Так. Не приведёт. Не приведёт. Тут должен быть олень вон там где-то валяться. Где-то вот тут он. Обычно он тут лежит. Нужно попробовать его отогреть, собрать у него мяско. Погоди, погоди. А где он лежит-то? А, ну он не всегда лежит. Нет, он должен быть там, по-моему. Олень весьма дефолтный. Точнее, не дефолтный, наоборот, рандомный. Обычно он почти всегда есть. Обычно почти всегда здесь есть ещё волчан. Что-то не слышно ни этих, ни ворон, никого. Так что, походу, здесь насчёт оленя у тебя нет никого тут, да? Жаль. Вот там я не пройду. Хотя можно попробовать с утреца. Ладно, так, клён. А что, у меня ножовка есть? Ножовка есть, только зачем тебе клён? Хороший вопрос, я не знаю. Так, факлы-то кончаются. Ой, надо было в пещере, что надо наставить кишки. Что ты с кишками попёрся? Ты волков хочешь привлекать? Да, я хочу привлекать. Мне скучно жить, я хочу их привлекать. Так, ну это уже на той стороне. На той стороне тихой речки. Так, ладно, назад в пещеру. Можно даже бегом. Ещё кишки-то в пещере не оставил, а? Попёрся с ними, да? Вася! Годя, а разве оленя всё-таки не с той стороны лежал? Пофиг, где он лежал. Да как всё он лежит? Вороны же должны были летать. Всё-таки погода-то вроде как ясная. Чё? Они разве сейчас не летают? Вон ещё берёза. Нам нужна берёза. Да по факту она нам не нужна. Но мы её спилим. Потому что мы жопошники. Вряд ли тебе это унести. Мы сейчас с тобой в любом случае костёр разведём. Пока факлы горят. Хотя бы воды натопим. Воды хотя бы чуть-чуть натопим. Так. Ну что? В нору пошли. Нашёл ты себе нору тёплую. Там можно спать без огня вроде как. Так. А я здесь уже ходил. Ну конечно ходил. Ты же видишь шиповник собрал. Просто и дальше не пошёл. Ладно. Мы дальше потом пойдём. Так. Факл обновляем. Так. Интересно. А вот я не помню. Озеро у Монолита. Там где-то ещё спички должны быть. Там наверху пещера есть. Да и на философском плоту пещера есть. Да много плотов. Плоту. Много где ещё пещеры могут быть. Давай вот здесь хостерок поставим где-нибудь. Ну хотя бы вот здесь. Так. И при помощи факла его давай разжигать. 85% у нас уровень успеха. Вот давай попробуем мы его с тобою разжечь. Под вот эту прекрасную трагическую музыку. Так и шкуры, шкуры, шкуры клади пусть сохнут. И потом мне надо будет на вылазку сходить. Так, палки. Семь. Так. Уголь пока я не буду класть. Уголь я пока оставлю. Так. Так, теперь шкуры, кишки на просушку. Да и берёзы брось. Чё ты их... Ну я их просто так не знаю зачем. Шкуры помсухи уже. Ещё надо поглядеть, чё у меня по факлам. Факлов-то мне надо побольше. Потому что с двумя факлами сходить это, я вам так скажу, не очень-то дело. Да. У меня книга есть про разведение огня. Но не знаю как там насчёт её прочесть. Насколько это будет у меня успешным. Теперь знаешь что. Теперь воды мы тут с тобой бросим. Вот, с собой столько же не надо таскать. Нет, с собой столько таскать точно не надо. Ну понятно, что никакой костёр до утра не доживёт. И держать его до утра смысла нету вообще никакого. Поэтому натопить воды. Забрать немного факлов. Вообще факлы надо начать уже сейчас забирать. О, какой хороший сразу отхватился. Пофиксили нам возможность брать хорошие факлы. О, опять. Типа становишься, находишь место и берёшь хорошие. Такую возможность... Ну это так себе. Такую возможность нам пофиксили. Так, это тоже ничего. Хороших набрал. Да, весьма. Так, с водой заканчиваем. Ну и всё, наверное. Воды хорэ пока. А остальное в факлы превращаем. И в сон. И в сон уходим. Так, кладём спальничек где-нибудь. Где он тут у нас может положиться. Спальничек, положись. Ну давай, 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 давай. Вот здесь, давай, вот здесь. Зелёненьким стань. Зелёненький он был. Вот тут место. О, отлично. Так, этот факл мы гасим. Так. Еда. Один Тимофеевка. Второй Тимофеевка. Три не хватит на ночь? У меня включен перк, что я потребляю на 10 меньше процентов калорий. Вот у меня перк, видишь, включен. Как часы называются. Вот. Ну, трёх Тимофеевка мне, наверное, не хватит. А сколько же тебе хватит? Смотри, 10 часов, если спать. Нужно 675. Так, ну тогда 4 Тимофеевки, всё. По-любому 4 Тимофеевки. Не хватает, да, на 10 часов? Чё же делать-то, а? А ты 10 часов и хрен проспишь. Ты 9 проспишь, да? Хорошо, давай я просплю 9. Ну, я 10 нажму. По факту персонаж проспит меньше. Он не устал настолько, чтобы 10 спать. Но, к сожалению, я сейчас не смогу никуда пойти. Мне придётся время помотать. Там ещё темно. И весьма холодно. Так. Здоровье всё не вернулось. Ждать будем в спальнике. Так, 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 так. Харе пока. Слушай, ну чё, ну нас съешь одну Тимофеевку, чтобы сейчас здоровье не терялось, пока мы спим с тобой. Хотя тогда надо было больше. Ну ладно, всё, короче. Будем тогда... Да и наедаться на ночь... Да. До Талова. Так, ну что, пошли исследовать. Пошли. Чё-нибудь тут оставим? Тимофеевку, я не знаю. Не, мы, наверное, ничего не оставим. Вон тот 12-процентный факул. Давай перемелим. Я здесь только шкуру оставлю и воду. Остальное всё с собой потащу. Пошли исследовательской деятельностью заниматься. Куда мы там можем с тобой... Вот этот тоже можно собрать, он тоже хреновенький. 20-процентный факул, их не обязательно с собой таскать. Вот 30-ти пусть уже останутся. Так, ну по возможности... По возможности я вернусь в эту пещеру. А если не вернусь, то воды у меня при себе сколько? 2 литра. Это, конечно, маловато. Тогда что? Тогда мы с собой ещё воды чуть-чуть возьмём. Труп мне где-то в другом месте придётся торчать. Ну, скорее всего, тебе огонь придётся скоро разводить, да? А если волков встретишь вообще... Там, конечно, Валера мне говорит, кидай в них камнями. Да блин, кидай камнями. Кидайте в него помидорами. Погода не очень, ну да ладно. Температура минус... Ну, хотя минус 14. Ну, я здесь, кажется, далеко не уйду. Мне кажется, я сейчас наткнусь на колючки вот эти узамбарские. Эти узамбарские колючки я наткнусь. Нет, вообще колючки не узамбарские. Узамбарские фиалки. Они не колючие. Да. Ну, у нас, допустим, они узамбарские. Колючие. Колючие колючки узамбарские. Хорошее слово, узамбарские В общем, наткнусь я, скорее всего, на эти узамбарские кустарники Которые мне скажут, что Ноусмокинг, туалет закрыт Так, ну вот здесь вроде можно пройти Или уже нельзя Хрен его знает Вот, смотри, вот пришел, да Вот шел, шел и пришел, вот так сразу, да? По краю, по краю, по краю А здесь, наверное, не обойду ни хрена Вот раз и все И подняться мне не дают Спасибо, что назад дали выйти Так, как же у вас пройти-то, а? Да никак их не пройти Блин, облом, ну что так сразу-то, а? И у меня была такая, какие планы На мою исследовательскую деятельность А если ты пойдешь вниз? Да вниз, это ты свалишься И там окажешься А по камню, поэтому ты здесь не вылезешь Они, видишь, такие разрабы, они тут все предусмотрели От вас таких ухарей Которые тут любят, значит, действовать Незаконным образом Погоди, может выйду все-таки Да нет, вот тут чуть-чуть не хватает Чуть-чуть не хватает Сейчас растяжение здесь, скорее всего, получше Ага, ну я же так и говорил Что растяжение-то тут получше Все, что ты тут можешь получить Это растяжение Так, значит, с этими идеями придется проститься А по пещере я сейчас смогу дефилировать? По пещере дефилировать Я хз О, глянь, тут береза рядом А ее я не заметил А куда там по пещере можешь дефилировать? Да никуда Ты опять можешь прийти туда же наверх Да мне наверх не надо Но в любом случае в пещеру Тем более у тебя уже растяжение Тебе уже как-то с растяжением надо побороться Так, слушай Значит, будем искать другой выход Не самый верхний, а какой-то Ну там же еще есть выход Конечно, еще есть выход Самый верхний нам не нужен Что там, растяжение ноги лечится 4 часа Блинский еж Блинский Ай, да я столько не просплю Значит, с растяжением будешь ходить И как же мне по пещере идти в полной тьме? В полной грязь тьме Погоди В эвих лодыжки вылечился Какие странные А я что, проспал 4 часа? Так я уже не был настолько уставший Или что? Когда есть болезнь, можно спать Время отведенное самим себе Чтобы вылечить Что-то я не понял Что-то я не понял Ну ладно, не важно Не понял и не понял Или ты куда-то не туда поглядел Да куда я не туда поглядел? Все, я туда поглядел Риск растяжения Да риск растяжения Это нам пофигу Так ладно, пошли Искать другой выход Здесь закрыто Здесь сказали Заперто Не, шкуры ни хрена не высохли Еще пока Так Сейчас придет ко мне Товарищ волчик И все И мы с тобой нагуляемся У меня грайд Это яркость 135 В принципе В днем к пещере Мне должно быть более-менее Те Те Не тепло А светло А температура здесь какая Плюс 2 Ну хорошо Что хоть плюс 2 Так, это тупик Нет, это не тупик Нет, это тупик Да Это тупик Ну здесь я уже был Здесь я уже нашел По-моему спальный мешок Как раз я здесь нашел Кажется Так, если это тупик Значит мы идем сюда Нужно найти альтернативный выход Из этой пещеры Но не самый верхний Мне не надо туда Опять к сигнальному огню Там все равно везде одни тупики Я никуда не пройду Там мне везде закрыто Так, значит сюда идти Значит сюда Подтверждаю Так И теперь Это кто? Это уголь А уголь Нету рук Бери а уголь Здесь тоже тупик Шурик Блин, ну че ж Неужели здесь Нет, тут еще один выход должен Или нет Или нету Больше выхода Или все-таки Мне придется на нахрен На речку вернуться На тихую И там тихо сидеть Сейчас ты в свой чатый зал выйдешь А из свой чатого зала Там один путь Наверх Нет, наверх Мне не надо Так, вот это что такое Мари А, ну ты сейчас по кругу пройдешь Это путь в свой чатый зал Насколько я помню Тут больше разветвлений нету По-моему Ну и волчишки здесь Пока нету Ждем появления волчишки Пусть он несет Немножко интриги В наше выживание Точнее нет Не интриги Интрига Это появится он или нет А он несет Немножко Екшена Так Это завал Тут не пройти А это свой чатый зал Правильно? По-моему Ну да Вон трос торчит Блин Не 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 А что я здесь могу сделать? А я здесь могу ветку Еловую попилить Да? Но ночь наступит Блин Наступит ночь Ну тогда я прям здесь буду спать Если ночь наступит Ну вроде как У меня пока не корячится это Калустрофобия Да? Пока не корячится На тебе Да А ножовка ж у меня есть Да? Да Ну пили Если конечно Не скажут Что для разрушения Нужен свет Так Ну тогда пили Вот это Хорошо Пилю Тут скорее всего Скажут Что нужен свет Для разрушения Нет Не нужен Так Значит Теперь кладем спальню Где-нибудь Тут около себя Вот Мотаем время Спим Ну и выходим Из пещеры Назад на тихую речку Пока расклад Таким Да Время мотаем Будучи абсолютно голодным Ничего не поделаешь Придется поголодать И устать надо так Чтобы Блин Ну 10 часов Ты конечно же Не проспишь Ни хрена Не слушай Так я сейчас здоровье Сильно потеряю Да и забей на него Оно тебе Тебя если волк покусает Ты все равно Не выживешь Так что Даже если Не ну 100% Так он мне одежду Всю порвет Если отобьюсь От него Ну иногда Изредка бывает Быстро отбиваешься Ты короче Забей Забил я Ну поспать я смогу Только где-то Часиков 5 Хотя погоди Хотя погоди Ну да 6 часиков А больше Смысла нет Да можно Побольше Там уже смотрю Утро Ну вот как раз Я сейчас под утро Съем Тимофеевки Три штуки Посплю Буду выходить Из пещеры На тихую речку Там перекантоваемся И идем в другую пещеру Правильно Правильно Да План такой Ну как на тихую речку Выйти Я вроде понял Я вроде бы Допетрил Как туда выйти Да Петрик Саша Да Петрик Петрик Привет тебе От меня Так Ну что там у нас Посветлело Посветлело Так Хорошо Сколько прожил 4 дня Наверное 4 дня Прожито 4 дня Но тут На 6 дней Раскладов Так Саша Да Петрик А что такое Уголь Нет Это камни ЦК Менюги Так Кролики 2 2 Что-то я хотел Я хотел А ну мне Труд Не нужен Да Не Мне труд Не нужен Так Все А это Тоже Камень Так Спальник Со мной Все Со мной Желудок Черная дыра Подождет Твоя черная дыра Не Ипите Мне Моссака Подождет Ваша Дыра Черно Желудочная Нам сейчас Надо отсюда Выйтить Так Тут мы не выйдем Надо Назад На тихую Речку Там Как-то Дойти До пещеры Блин Хотелось бы Дойти Незамеченным Волками Чтобы Не тратить Спычки Спычки У меня 23 Штуки 23 Штуки Спычки В принципе По причине Яркой Яркости Я могу По пещере Ходить Без факла Да и Надо ходить Я не могу Тратить Спички На эту На походы По пещере Это уж Вообще Капец Это ни в какие Понимаешь ли Ворота Не входит Так что Ток на ощупь Спасибо Яркой Яркости Так и мне Идти сюда Правильно Ну да А тут они По-моему Сходятся В конечном итоге Ну и теперь Тебе по-моему Влево Надо уходить Если ты хочешь Выйти отсюда Ну вроде как Да Вроде как Влево Ну при развилке Влево Вот развилка Вот мне вроде как Влево Давай ветки Все соберем Дрова нам нужны Потому что А я знаю Еще одну пещеру Где точно есть спички Да я вспомнил Да 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 Я вспомнил Там есть пещера Где точно есть спички Это на пути Так сказать К озеру монолита Так Это выход Куда Если это тупик То значит То к тихой речке Да это тупик Значит это как раз К тихой речке Правильно Я приперся Слушай Точно там есть Еще пещера В ней точно Есть спички По-моему там есть Рукавички По-моему там есть Гвоздодер Да Туда можно попасть И выйдя С техой речки Заползя По тросу Но я планировал Правильно Правильно я вышел Да Ту-ту Ну теперь Как-то до моей Тихой речки Добежать Не тратя спичек Не ну можно Если будут волчаны Включать заднюю Бежать сюда Пережидать Потому что Если я зайду В пещеру А волчан Меня заметил Но толку Как говорится Мало Блин А я вот пахну Я попахиваю Я попахиваю Но шкуру я оставлю Теперь здесь Пещера в тихой речке Это так сказать Мой опорный пункт Это центр локации Для меня Я здесь буду Оставлять шкуры Потому что отсюда В принципе Недалеко до выхода Если я не подохну То отсюда Не очень далеко И достаточно удобно Идти к выходу Чтобы Ну типа покрафтиться Ну до этого Еще Как мы с вами понимаем Весьма и весьма А у меня в пещере Сейчас будет холодно Да Поэтому мне там сидеть Смыслу нет Там надо Зажигать Там нужно Зажигательным быть Юным В юноше Нужно быть зажигательным В юноше Зажигательным в юноше Легко сказать Зажигательным Так Значит на пещере На пещере мы здесь Оставляем часть Часть воды своей Если это опорный пункт Примерно половину А можно вообще Ну ты если оставишь Много воды Тебе значит Разводить огонь А что вы просто так Разводите Его надо Какого-нибудь оленя Разводить Это тоже У оленя Разводить У оленя Сейчас разведешь У оленя Так Ну здесь можно Жрачку оставить Прикинь Захожу в пещеру А тут волк Вот пещера На тихой речке Центральная пещера Так Тут пусто Так Температура здесь Какая Минус пять Ну вот смотри Какая она холодная Не хватает мне одежды Да Ну вот Хоть усерься Я извиняюсь за выражение А одежды Мне не хватает Значит мы сейчас Пойдем в ту Ледяную пещеру Так Что мы здесь С тобой оставляем Первым делом Мы кидаем Вот это вот Вес мне лишний Тоже ни к чему Так Воды Горишь Да Бросить Ну четыре литра Короче Бросай Шесть Брошу Так Тимофеевке Оставляю здесь Половину Половину я возьму А половину вам Так Половину Тимофеевке Даже можно Вот так вот Тридцаточку Сюда скинуть Так Ну и валим Пока ветер Без камней Надо как-то Добежать До пещеры Которая Закрыта Водопадом Не забыв Раздеться Перед ходом Чтобы всю одежду Не намочить Я туда уже ходил Но я туда ходил Чтобы добыть себе Штаны В той пещере Волк не спаунится Она вроде как Свободна В той пещере Если повезет Там иногда везет Блин Вот тут сейчас точно С валком встречу В той пещере Если повезет Можно найти Альпинистские Носочечки Красивые Они конечно Тоже будут Не новые Но может Не повезти И там ни хрена Не будет никаких Носочков Альпинистских Вот Смотри Штурмовичок Как и предполагалось Как бы нам Как бы нам с ним Разменуться Как бы нам с ним Разменуться Забежать до пещеры Тогда надо Раздеваться Сразу Заранее Если ты хочешь А вон там Видишь Вон там Собака Такая дежурит Да Вон там И дежурит А пещера Прям на вон Прям на бровь В нее ходит Да Да Он сейчас Меня заметит Начнет говорить Гав-гав Гав-гав Начнет говорить Блин Неохота Факл ему тратить Так По таймингам Рассчитать Когда он дойдет До противоположной Рвануть и бежать Может успею Может быть Успею Но надо быть голым И надо Чтобы он меня Не заметил Потому что Если он меня заметит Если он меня заметит То дело Труба Будет слушаться Дело о трубе А нам что-то Дело о трубе Совсем не катит Так Ну что Дожидаемся Чтобы он дошел До обратной стороны Так ждем Там риск обморожения Начал уже расти Нет еще Он сейчас дойдет До обратной стороны Мы бегом Вот он Риск обморожения Только штурмовик Ко мне не иди Пожалуйста А погоди Не водопад Вон он Вон он Нам туда надо За водопад За водопад Твою мать Там в принципе Можно на дерево Забежать Но не знаю Насколько это поможет Ой не разойдусь Я здесь с ним Я так чую Не разойдусь Я так чую Я здесь с ним Он уже за мной гонится Он уже за мной гонится Ааааа Твою мать Ух ты! Нормально Так, нормально Отделались лёгким Испугом, так, в одну сторону Так, Волк, только ты давай это Не опомнись раньше времени Потому что он мне даже кровотечение не пустил Охренеть Охренеть! Повезло! Это прям повезло Это называется повезло Мне давно так не везло Ну, так или иначе Манёвр удался Он, конечно, был идиотский Я согласен Это был очень идиотский манёвр Но, так или иначе, он удался Иногда идиотам удаются А, я джинсы забыл снять Ну, вот вечно я что-нибудь забываю снять Вот я почему-то Слушай, а что ты на картинку не смотришь? Ну, ведь же на картинке же нарисовано В чём ты наряжен Я не понимаю, как мне удается Всё время эти джинсы сраные забыть снять Ну, ладно, давай пилить ветку еловую А чё там? Риск обморожения растёт, не? Чему-то у меня здоровье бывает А, из-за голодухи Риск обморожения растёт А здоровье у тебя бывает из-за голодухи Так, ладно, живой после волка И на том спасибо Одежду... А одежду мне не порвало Она была снята, хотя он носки, смотри, уже Наладан дышит Ну что ж, это значит у меня будет новая ткань, да? Да, у меня будет новая ткань Главное, что спальник Вот этот спальник мы с тобой и будем тогда чинить первым делом Так, новая ткань Куда мне идти? А здесь, по-моему, в одну сторону тупик Тут особо никуда не пойдёшь Вот, тупик же, да? Да, тупик, чё здесь есть? Корм для собак Корм для собак То есть вот для той собаки, которая меня на улице кусала Это для неё корм, да? Хорошо Тут сейчас будет опять водопад Теперь надо не забыть себя всё снять Вот он, промежуточный водопад Так, слушай Ну ты смотри на картинку на персонажа Там же видно, что персонаж голенькая Голенькая, вот видишь? Вот, смотри, она теперь голенькая А ты... Ну просто там я очень боялся волка Мне было очень страшно Мне что-то было... Так, это я не на улице, я надеюсь, пошёл Не на выход? Не, не на выход Мне было так страшно Что мне было не до того Голенькая она там или не голенькая? Мне как-то хотелось быстрее от волчана убежать А джинсы мокрые, поэтому их надо снять От них всё равно толпы никакого Так, ладно, ладно, не бузи Не бузи! Так, смотри Вот здесь нам с тобой может повезти Здесь может быть рюкзак, но что-то мне кажется, его нету И в нём бывает барахло Ааа, не дали рюкзака Не дали Хорошо Мне в самый верх, насколько я понимаю, выходить не надо Но мы сейчас сначала будем искать Так, здесь тоже тупик Здесь ничего нету Так Ну тут понятно Тут у меня развилка была перед ледяной пещерой А вот сколько развилок будет после ледяной пещеры Ну сколько не есть Все твои Мы сейчас будем изучать Вот, а потом пойдём Вот, как раз мне надо в сторону от ледяной пещеры пойти И там будет нужно мне выход Там я выйду недалеко от того места, где есть пещера В которой, по-моему, находятся спички По-моему, они там должны быть А в любом случае, я туда пойду А почему здесь вода шелестит? Она внизу, что ли, шелестит? Я её так прекрасно слышу Так Тут у нас развилка И мы по ней пошли Куда мы пошли? Ну мы по ней пошли направо Значит, сейчас будем поворачивать налево А тут, смотри, опять две развилки Так Опять две развилки Это очень обширная пещера Очень обширная пещера Так, вот тут у нас дядька с барахлом, да? Дядька с барахлом Так, у него иногда там даже бывают кроличьи шкуры О, ветровку дали Офигеть, ветровочка моя Красота какая-то Так, дядя Ну я тоже могу вот так через какое-то время начать Выглядели А, из-под него кровь Патрон для револьвера невидимый Ещё один патрон для револьвера Два патрона для револьвера нашёл Слушай, дядь, может я револьвер найду в конечном итоге Ещё один дядя Тут два дяди Тут два дяди У него набор для шитья И у него при себе топливо И у него при себе повязка Очень хорошо Это очень хорошо Что у него ещё при себе повязка Так Теперь уголь у нас Так А мисочки с кровельчатиной У вас тут такого нету, да? Нет у вас тут такого Понятно Точно нету? Погоди Да нету Тут тебе вместо этого патрона для револьвера дали Я вас понял Так Ну чё, полезем туда Полезли Рюкзак слишком тяжёлый А чё такое там в рюкзаке? А, 3-4 килограмма Дров нахапал, да? Ага, дров нахапал Факлы тогда перебрать Слушай, ну ты здесь можешь что-то сбросить Сгонять наверх А потом сюда вернуться Ну правильно, да? Так и сделаем Так и сделаем Так Ну а чё мы здесь бросим? Допустим Вот Бросить всё Вот допустим Бросить 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 Так Ну не знаю Воды можно бросить Всё пока И пока вот это Погоди, а если я надумаю это? Если я надумаю того и этого? Ну вот если ты надумаешь того и этого Тогда и поговорим Пока что не надумал того и этого Альзо Опять развилка Опять на два уровня уходит Слушай, пещера, походу, большая очень, да? А, нет, тупик Се тупик Тут уже сейчас, скорее всего, на выход будет Скорее всего, на выход Нет, вот выход, а вот ни хрена не выход А вот еще куда-то пошло Нет, здесь тупичок Так, куда же этот выход меня привел, а? Да, он меня привел Сейчас познаем Сейчас познаем Слушай, а риск обморожения ни хрена не проходит, да? Да, потому что температуры нет плюсовой Он и не собирает Он и не будет проходить Так, куда же мы с тобой вышли? Сейчас узнаем Ага Отсюда бы можно было к монолиту пройти Но тут, к сожалению К сожалению Забаррикадировано Ладно Тут Тимофеевку зато можно пособирать Вот Вот тут у нас что? У нас вот тут риск переохлаждения У меня какой-то сейчас еще риск обморожения будет расти Вот здесь есть какой-нибудь трупешник? Так Монолиту тут не пройдешь Потому что здесь кустарникам все закрыто И трупешника вот тут нету никакого Вот здесь бы можно было пройти Если бы там не было все кустарникам Порошие Давай глянем Там порошие все кустарникам Да порошие, порошие Порошие, порошие, дядь Саш Порошие Я тебе и так скажу И никак его не обойти, да? Неа Никак А это, черт побери, короткий путь к Монолиту Ладно Короткий путь к Монолиту отменяется Пойдем длинным путем к Монолиту К Мондолиту Так, все Сейчас я серию буду это закруглять Пошел я в пещеру греться Жить Не тужить Так, хватит А то там риск обморожения же растет Не ходи Не ходи Быстро в пещеру В ледяную Так, смотри риск обморожения Какой он уже стал Ну какой он уже стал Он уже стал Побольше Видишь, вижу Так, кладем здесь наш спальничек Так, а воды ты с собой не взял, да? Тогда придется мне вниз вернуться И потом сюда Сходить за Тимофеевкой Потому что у меня там вода осталась Так, у меня там осталась вода О, погоди Тут угля, похоже, не забрал в тупике Да, не забрал ты уголь в тупике Там бы еще по тросу сейчас спуститься Кому-то из вас Было бы неплохо А то там сил-то совсем не осталось А тогда я наверху тросу все сброшу Чем мне сейчас не нужно И спущусь к тросу Ты еще путь туда найди Ты сейчас заблудишься Ладно, я найду путь Он тут, по-моему, один Вот он Вроде больше некуда Да, путь-то вот он Ну и действительно Предлагаю здесь сбросить То, что тебе потом не потребует То, что тебе сейчас не надо Ну мне вообще сейчас не нужен уголь точно Мне сейчас книга не нужна Мне сейчас вот это не нужно Мне сейчас вот эти 27 веток не надо Они мне ни к чему Так, что тут у нас Водичка, водичка, водичка Нам нужна водичка Так Ветки эти тоже можно В принципе распилить Но это пока Ни к чему Так Так, вода Ага Значит, мы тогда выйдем туда на улицу Там пособираем Тимофеевку Потом пойдем дальше А потом пойдем дальше Так Предлагается Еще подождать Чуть-чуть Спальники А что так светло стало Светлая ночь у нас какая-то Так Все И теперь давай, Ватсон Наедайся Тимофеевкой Там ты сейчас еще Потом по насобираешь Четыре штуки По-моему Надо съесть Или пять Нет, четырех вроде мало На десять часов Сколько надо Калорий Нет, не хватит Там шестьсот с копейками И так понятно, что не хватит Так Так, давай здоровиться Возвернем А то, видишь, иногда Оказывается, даже можно После встречи с волком Живым остаться Так что давайте-ка мы Здоровиться Возвернем Десятичасовым Сном Вот таким вот Прекрасным Чпоньк Так Но оно, конечно, вернется Только на 30% На 31, по-моему С половиной На 32, с половиной Так Вернулось Ага Нормуль Почти много Его у меня Так Что дальше будем делать Ну, что мы дальше Будем делать Ничего мы дальше Делать не будем Нам придется время мотать А что-нибудь Разобрать Факлы Да, особо нету Так, погоди Ну, вот шиповника Чуть-чуть раздобыл Ну, это так себе Это ни о чем И пилить пока не могу Да Ну, да Хоть оно Значит, только ждать Только ждать Ты видишь, там еще Риска морожения Корячится Тут хошь-не хошь Придется разводить огонек Чтобы риск обморожения Прогнать А риск обморожения Он не пройдет Пока ты это Пока ты Пока я что Пока в плюсовой температуре Не потусуешься Риск обморожения Не пройдет Так, давай я тебя подержу Какое-то время Сытой Я, конечно, понимаю Это может быть зря Но Давай подержу Вот это съем Пока все Пока на сегодня Все Побудешь Побудешь Полденька У нас сытой Так Можем по тросу залезть Да Можем залезть По тросу Мне потом все равно Придется назад возвращаться Потому что Ну, Тимофеевку Там надо пособирать Так Что-то я не понял Куда мне идти-то А сюда А, на строса Строса, что ли, не слезла Я что-то не понял Вообще, что происходит Ну, вот он я Че она не идет-то Ты на него что Не залезла, что ли Че еще произошло-то Ну, а че Какая-то лажа Кочерешкин Она куда-то встала И идти не может Ну, ты че, блин Острин Ну, давай Закругляйся Ну, вылезай Иди Во Так вот На край встала Так, ну, это можно оставить Это мне не нужно Ну, да, это мне не нужно Это можно действительно оставить Мы все равно назад потом пойдем Ну, и, наверное, мы здесь себе разведем костерок И чуть-чуть потусуемся Потому что риск обморожения Дело не очень хорошее Дело не хорошее Да Да От него надо бы избавиться Хотя, с другой стороны Можно чуть-чуть подержать Это риск обморожения Да, ты сейчас там через пещеры будешь Водяные проходить Не, огонь не сохранится Я сейчас, короче, зайду Выйду Сохранюсь И на этом мы нашу серию Друзья, мы и закончим Погода здесь, конечно, так себе Все Вот, сохранение делаем Заканчиваем серию Остальная остросюжетность Будет в следующей серии В общем, проведение Припоручаю вас, дети мои И заклинаю Остерегайтесь Выходить на болото В ночное время Когда силы зла Властвуют Безраздельно Спасибо Кончено